Лекция по Бхагавадгите, глава 7, текст 4, прочитана его божественной милостью Ачеба Ктивидантой Свами Прабхупадой, 19 февраля 1974 года в Бомбее, Индия. Перевод. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго — эти восемь элементов составляют мою отделённую материальную энергию. Пракрити — это энергия. Мы находимся в материальном мире, и наша материальная наука не идёт дальше изучения материальной энергии Кришны. физические законы, химические элементы, свет, звук — всё это составляет область изучения для учёных. Но они не знают природу происхождения этих материальных элементов. В Шимадбхагаватам, в ведической литературе говорится, что материальная энергия исходит из дыхания Верховного Господа Маха-Вишну. Материальная энергия выходит из дыхания Маха-Вишну, возлежащего в Каране, причинном океане. Из его дыхания появляется звук. Звук возникает из эфира, это научный факт. Из звука возникает воздух, затем огонь, вода и земля. Земля — это последний грубый элемент, согласно материальной науке. Поэтому Кришна говорит, что земля — бхуми. Бхуми — земля, происходит из воды, апа. Что является источником воды? Апа — анала, огонь, откуда возникает огонь. Из воздуха, откуда возникает воздух. Из эфира, пространство. Откуда возник эфир? Из ложного эго. Каково его происхождение? Ум, что является источником ума? Разум. Что порождает разум? Душа. Это наука. Но они не знают о происхождении души. Они думают, сначала существовало нечто, был некий сгусток материи. Больше ничего не было. Возможно, вероятно. У них нет определенного знания. Но отсюда вы можете почерпнуть четкие и ясные знания о происхождении материальных элементов. Кришна является Верховной Душой. Все эти материальные элементы происходят из Верховной Души. Например, ваше тело. Каково его происхождение? Оно произошло из души. В шастре говорится «кармана дайву на трена» «джантур дхеха упапатти» «джанта» «джанту» означает живое существо. Слово «джанту». «джантур дхеха упапатти» «джантур дхеха упапатти» «джантур дхеха упапатти» «согласно теории атеистов, нынешней теории химической эволюции, признаки жизни возникают при определенном сочетании материальных элементов». На теории химической эволюции Дарвина основано множество теорий. Недавно, когда я был в Лос-Анджелесе, туда же приехал один немецкий ученый. Он написал книгу «Химическая эволюция» и получил за нее Нобелевскую премию. Сейчас он ездит по миру, давая лекции по своей теории. В Калифорнийском университете работает один наш ученик, доктор Сваруп Дамодар. Он мой ученик и также доктор химических наук. Когда этот немецкий химик давал лекцию, теоретизируя о том, как из материи возникла жизнь, Сварупа Дамодара задал ему вопрос. «Допустим, если я предоставлю вам все эти химические вещества, сможете ли вы получить жизнь?» И тот ответил, «Этого я не могу сказать». Это говорит о том, что его знания не конкретны, но он все же теоретизирует, о том, что жизнь возникла из химических элементов. Нет. Жизнь появляется не из химических элементов. Химические элементы возникли из жизни. Вот настоящая теория. Мы подробно обсуждаем эти темы в наших американских центрах. И мы стоим на утверждении, что жизнь не возникает из химических элементов, но химические элементы возникают из жизни. Я привел один грубый пример. Дерево тоже живое, оно относится к одному из 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Дерево — это одна из форм жизни. Тот, кто знает во всех этих условиях жизни, является пандитом, настоящим ученым и самодаршином. Пандит — тот, кто знает, что есть что. Такого человека называют самодарши, тот, кто относится ко всем одинаково. он знает, что сущность, находящаяся в дереве или собаке, или в чандале, в человеке, в брамане, или шудре, это душа, и все души одинаковы. Поэтому он равно относится ко всем, самодаршина. он не проводит различий между человеком, животным и деревом. Он знает, что живая сила одна и та же, что душа является частичкой высшей души Кришны. Если у нас есть какой-то разум, мы сможем понять истинное происхождение материи. Из шастры мы понимаем, что после полового контакта мужчины и женщины материя эмульгируется в результате чего создается среда, в которой принимает прибежище живое существование Кармана Дайва Неттрина. Каждый из нас Дхантарапрапти получает следующее тело. Какое же тело мы получим, это определяет Кармана Дайва Неттрина. это решение будет приниматься высшей властью согласно нашей карме. Если мы действовали как подобает человеку, то удостоимся более высокого положения. У материальной природы есть три качества. Тот, кто связывает свою жизнь с гунной добродетели, достигает высшей планетарной системы. Те, на кого влияет гуна страстью, останутся в пределах средней планетарной системы. Люди, ведущие себя зрук вон плохо, джаганья гуна, адхогачханти, здесь мы находим подтверждение, адхогачханти, они опускаются в царство животных, тиц, рептилий, змей и так далее. Животные формы составляют 8 миллионов форм. Это дайвена, дайване трена. Нет, трена означает под наблюдением. За всем этим наблюдает Кришна. В другом месте в Бхагавадгите сказано упадрэшта ануманта сверхдуша, душа и сверхдуша. Есть две души, верховная душа и подчиненная душа, живущая в теле. Что делаем мы, подчиненные души? Верховная душа или сверхдуша, также пребывающая в сердце, наблюдает за всем этим. Упадрэшта ануманта. Ануманта. Ануманта в том, что без его санкций мы не способны ничего сделать. Сорвайся с чахом, хриди с вами вишта. А этот опыт есть у каждого. Если мы хотим совершить какой-нибудь неблаговидный поступок, мы слышим голос совести. Не делай этого. Нет, нет, я сделаю. И мы начинаем бороться с совестью. Это борьба между душой и сверхдушой. Если же вы настаиваете, я должен сделать это. Тогда сверхдуша приказывает, хорошо, делай это на свой страх и риск. Вот что такое карма-хпау. Мы становимся подверженными последствиям нашей кармы. Это называется карма-на. Из-за своих действий дайванет-трина и под недремлющим оком высшей власти дайванет-трина. Живое существо получает определенный тип тела. Что представляет собой тело? Пять элементов. Восемь элементов. Земля, вода, огонь, воздух и небо. А также ум, разум и эго. Эго. Ложное эго. Ложное эго — это сознание. Я — тело. Аханкара. Я — американец, я — индийц. Я — индус, я — мусульманин. Все это проявление иллюзорного сознания. Я — ханкары. Я не индус, не мусульманин, не христианин, не американец, не индийц. Я — живое существо. Мовимагса-джива-бхута-джива-локе-санатана мана-схастхани-ндиряни-пракитистхани-карсати. Кришна говорит, что все эти живые существа — мои неотделимые части, но они ведут тяжелую борьбу с материальными законами. Мы получаем такое тело, какое соответствует нашему образу мысли. В противном случае, откуда такое разнообразие тел? Они являются порождением нашего неугомонного ума. Я буду делать это, я буду делать то, это и то. Это дайванет-трина. Например, ребенок требует удовлетворения своего каприза, и отец говорит ему, не делай этого. Но ребенок настаивает, я должен это сделать. Хорошо, делай. Есть много таких примеров. Итак, есть душа, есть грубое материальное тело и тонкое материальное тело. Душа является главным принципом. А тело, как я уже объяснял, образуется благодаря смешению двух секретов отца и матери, и сначала имеет форму горошины. Семенем отца душа попадает туда, и тело начинает развиваться. просто попытайтесь понять, материя развивается благодаря присутствию вечной души. Если души нет, если ребенок мертв, развитие не происходит. Никакого развития. тело мертвого ребенка никогда не развивается. Это известно всем. Поэтому материальные элементы происходят из вечной души, а не наоборот. Это не так. Это ошибочная теория. Если бы душа появлялась благодаря сочетанию материальных элементов, тогда почему вы не можете произвести живое существо в лаборатории? В лаборатории это сделать невозможно. Материальное творение возникает, потому что я пожелал этого. Я захотел находиться в такой атмосфере. и Ануманта, Верховный Господь, Тот, Кто дает свое дозволение на каждое действие, предоставляет мне возможность войти в тело той или иной матери, и тогда материя начинает расти. Истина состоит в том, что энергия, материальная энергия возникает из вечной души. Например, я уже говорил о химических элементах. Рассмотрите, к примеру, лимонное дерево. Это живое существо, и оно производит по меньшей мере сотни фунтов лимонной кислоты в виде лимонов. Все об этом знают. лимонное дерево приносит вам по 50 лимонов, потом еще столько же. Если вы сделаете экстракт, и из всех этих лимонов вы получите большое количество лимонной кислоты. Откуда взялись все эти химические вещества? Благодаря живому существу, присутствующему в дереве. Поэтому вывод следующий. Жизнь порождает химические вещества. Жизнь не возникает из химических элементов. Если жизнь результат взаимодействия химических элементов, тогда произведите ее. Я предоставлю вам все необходимые химреактивы. химические вещества возникают благодаря жизни. Попробуйте свой пот. Он соленый. Откуда взялась соль? Как она называется на языке химии? Карбонат натрия, нет? Хлорид натрия. Хлорид натрия. Откуда берется хлорид натрия? Из вашего тела. А тело возникает благодаря душе. Поэтому изначальная причина хлорида натрия это душа. Ваше тело или тело дерева или любое другое тело производит небольшое количество химических веществ. Представьте себе, сколько химических веществ может производить гигантское тело Кришны Вират Пуруша. Поэтому не думайте, что все это выдумки. Кришна говорит 8 материальных элементов грубых и тонких составляют мою энергию. Она исходит из Кришны. Кришна не бросает слов на ветер. Он не обманывает вас. Почему те из вас, чьи познания глубокие, читают Бхагавадгиту? Потому что она авторитетна. Это слова Кришны. Это факт. Это авторитет высшие инстанции. Мы должны черпать знания из авторитетного источника. Мы не можем придумывать знания, какое знание несовершенно, ибо несовершенно наши чувства. У нас есть четыре недостатка. Мы совершаем ошибки, мы попадаем под влияние иллюзий. Все знают, что мы ошибаемся. Я несколько раз говорил, что даже такие люди, как Ганди, совершали множество ошибок. Пока вы обусловлены материальными законами, вам не избежать ошибок. Мы также подвержены иллюзии. Иными словами, мы принимаем одно за другое. Например, вы считаете себя телом. Я американец, я индийец. Но вы не американец, не индийец. это иллюзия. Вы душа, вечная душа. Брама Прамада Випролипса. Випролипса это склонность обманывать других. Мне неизвестно доподлинно о происхождении жизни, но я все же строю всевозможные теории на эту тему. же мне бросают вызов, можете ли вы при помощи химических веществ создать жизнь? Я ничего не могу ответить. Тогда к чему весь этот вздор? Это обман? Если вы действительно знаете, что жизнь может возникнуть из химических веществ, создайте ее. Я предоставлю вам нужные химические вещества. Но если вы не способны это сделать, зачем обманывать других? Однако у людей есть эта склонность. Человек сам отъявленный мошенник, обманщик, научит при этом других. Если дьяволу понадобится, он прочтет Евангелие. Мы этого не признаем. В движении сознания Кришны мы не признаем писаний, произнесенных дьяволом. Поэтому мы признаем Кришну. сарва-карана-карана. Мы признаем то, что он говорит. Мы несовершенны, наши чувства несовершенны, мы глупы, но знание, что мы признаем, совершенно. Вот что такое сознание Кришны. Поэтому мы не говорим ничего, что не было сказано Кришной. Такова наша квалификация. Несколько раз разные люди хвалили меня, свами, джи, вы совершили чудо. Я отвечаю, что во мне нет ничего удивительного. Я лишь следую Кришне. Как попугай, я повторю то, о чем говорил Кришна. Только и всего. У меня нет знания, но Кришна говорит это так, и я признаю это. И тогда это приносит нам благо. К примеру, если ребенок прислушивается к наставлениям родителей, он обретает знания. Родители не станут его обманывать. Если ребенок никогда не видел наручных часов, он спрашивает «Отец, что это?» Отец может объяснить ему «Мой дорогой сын, это часы, по ним ты можешь узнавать время, которое сейчас час». Это совершенное знание. Это знание совершенно. Поэтому в начале этой главы и четвертой главы мы говорили знание, получаемое по парампаре в чистой ученической преемственности совершенном. И тогда совершенна наша жизнь благодаря такому знанию. Если же мы хотим попытаться приобретать знание, полагаясь на собственные ограниченные способности, такое знание останется несовершенным. оно основано на домыслах. Если вы хотите совершенного знания, обратитесь к авторитету. Иван Парампара. Таков путь обретения ведического знания. Необходимо обратиться к гуру. Кто такой гуру? Гуру Шротрием Брамаништхаму, тот, кто стоит в ученической преемственности и утвердился знаний Брамана. Таков путь. Бхумир Апа, материя, не является истинной реальностью. Люди так сильно привязаны к материальному миру. Это называется неувежеством. Таких людей называют Мудха, Майя Пахрита Гьяна. Они утратили знания. Об этом нам поведают последние стихи. Не пытайтесь получать знания у несовершенного. Обратитесь за знанием к совершенному, совершенной верховной личности. Кто совершен? Бог совершенен. Совершенен также тот, кто несет Божье Слово. Это определение совершенства. Итак, Кришна говорит в мир Атланалово Материя порождается энергией Кришны. Она не возникает сама по себе. Я уже приводил пример того, как наше физическое тело возникает из души, которая попадает в утробу матери с семенем Отца. Исчерпывающее описание этого процесса приводится в третью песню Шамад-Бхагаватам. И вы можете обратиться к нему. Это знание совершенное, потому что экспериментально, а наука означает наблюдение и эксперимент. Если вы зачем-то наблюдаете, вы должны провести эксперимент. Гьяном вигьяном из предыдущих стихов мы уже узнали. Гьянам те хам шаби-гьянам гьянам те хам шаби-гьянам мы получаем теоретическое знание благодаря наблюдению. Шаби-гьянам это экспериментальное знание. Если вы увидели, что жизнь возникает из химических веществ, поставьте эксперимент, тогда это можно назвать наукой. В противном случае это просто досужие домыслы. Они не имеют смысла. Жизнь не возникает из материи. Материя возникает из жизни. Поэтому мы живые существа являемся ничтожно малыми частицами. Об этом тоже сказано в шастрах. Одна десятитысячная часть кончика волоса такова величина души. джива ананта бесконечно мала. Такова наша величина. Люди не могут разглядеть одну десятитысячную кончика волоса. Нет такого прибора, такого микроскопа, что позволило бы это сделать. Поэтому глупцы не способны увидеть души и измерить ее по длине и ширине, заявляя, что она не аккар. Это не так. У души есть аккар. Но вы не в состоянии увидеть ее своими ограниченными чувствами. Как же тогда мне понять? Шрот рембра маништам. Вы должны учиться слушая. Иного пути нет. беда гласят такова величина души. Вы должны признать это. Тогда вы помнете. В противном случае, если вы решите поставить так называемый эксперимент, то у вас для этого нет ни инструментов, ни возможностей. Пусть лучший медик или физиолог отыщет душу в теле, но они не могут. У них нет таких способностей. тем не менее существует нечто в отсутствии чего тело мертво. Это факт. Это факт. понять, почему тело мертво, нельзя прибегать к экспериментам. Но вы можете получить ответ, если обратитесь к Бхагавадгите. Бхагавадгита гласит, мертво Мертво дххагавадгита истинно дххагавадгита смерть не беспокоит истинно ученых и здравомыслящих людей, ибо они знают, что после смерти душа переселяется в другое тело, точно так же, как она переселялась из младенческого тела в детское, из детского в юношеское, из юношеского в тело старика. Теперь же старое тело стало совсем непригодным. Подобно тому, как мы меняем старую одежду на новую, также, находясь в материальном мире, мы меняем материальные тела. Это называется переселением души, смертью и рождением. Если же вы обрели освобождение от обусловленной жизни, вы удостаиваетесь в своем духовном теле перенестись в духовный мир. В этом совершенство нашей жизни. Вот чего мы хотим. покинуть бренное тело и больше не рождаться в материальном мире. Ни индрой, ни брамой, ни червем в экскрементах. Вы можете получить любое тело, подходящее состоянию вашего сознания. Сейчас вы создаете свое будущее тело. В момент смерти ваше тонкое тело, состоящее из ума и разума, перенесет вас в другое тело, соответствующее состоянию вашего сознания. Вы можете наблюдать конец грубого тела, но не способны увидеть другое тело, состоящее из ума, разума и эго. Это тонкое тело. Об этом будет рассказано в следующем стихе. Люди сходят с ума по материальным наслаждениям. Они не знают, что материальное тело временно. И срок его существования ограничен какими-нибудь несколькими годами. Но вы вечны. Попытайтесь понять, что вы вечное предназначение. Почему вы так страстно стремитесь к временным целям, об этом сказанном, сказавшим от Бхагаватам? Клешада. Материальное тело. Клешада. То есть то, что причиняет нам бесконечное страдание. Клешада Асад. Клешада Асад. Нам всегда следует помнить, у меня материальное тело, которое страдает от жиры, холода. Матра Сукха Дукха. Испытывает наслаждение и страдание. Почему? Потому что материальное тело. Сукха Дукха. Сукха Дукха. Сукха Дукха. Пока мы в материальном теле, мы будем страдать. Такова природа материального мира. Вам не избежать страданий. Мы прилагаем усилия, чтобы избавить себя от страданий. Это называется борьбой за существование. Но вам не избежать страданий до тех пор, пока вы не остановите круговорот рождения и смерти. Вот что такое истинное освобождение, когда нам не приходится вновь рождаться, получать материальное тело. Поэтому Бхага в этом говорит, эти люди — безумцы, праматта, матта означает «безумные», а «праа», то есть про Кришта-рупена, совершенно безумные. Есть карма, викарма и акарма. Об этих понятиях следует знать. Викарма — это преступная деятельность. К примеру, многие люди идут на преступления лишь ради денег, считая, что деньги спасут их. Если человек только и делает, что совершает преступления, грешит, в наказание за это ему придется получить неблагополучное рождение, папа Йони. Как тогда его деньги спасут его? Нет, не спасут. Если, например, вы совершили преступление и вас арестовала полиция, будь то даже миллионером, ваши деньги вас не спасут. Но ради денег люди пускаются в самые тяжкие грехи. Почему они это делают? Лишь ради удовлетворения чувств. Удовлетворение чувств — это единственное, что они получают. Поэтому Ришаба Дева говорит на садду мани, «Не делайте этого, это нехорошо». Почему нехорошо? Потому что из-за этого вам придется получать временно материальное тело, источник страданий. Поэтому не делайте этого, не делайте ничего, что заставит вас вновь рождаться в материальном мире. Таково совершенство жизни. Это сознание Кришны. Спасибо вам большое.